Уже завтра в Брюсселе стартует саммит НАТО. Традиционно перед открытием проходит специальный ужин. Чего ждать Киеву от стран Альянса? И каковы шансы, что двери организации действительно откроются для Украины? Разбиралась Елена Абрамович. Штаб-квартира НАТО находится в окрестностях Брюсселя, но из-за саммита перекрыты и центральные кварталы, и главный городской парк. Здесь, под триумфальной аркой, лидеры стран Альянса завтра сделают общие фото. А сегодня ужинают все вместе со своими супругами. Для брюссельской полиции это большое испытание, ведь прилетает Дональд Трамп. Во время его президентства саммиты НАТО перестали быть ритуальными встречами с обычным декларированием прочности военного альянса. Со стороны американского президента наблюдается довольно агрессивное давление на союзников, чтобы те тратили больше на оборону, особенно Германия. А в последнее время он еще начал связывать это с торговым конфликтом, который возник между США и ЕС. Союзники постепенно увеличивают расходы на оборону, особенно после российской агрессии в Украине. План нарастить расходы до 2% ВВП практически выполнили уже 5-7 стран НАТО. Однако такие темпы американского президента не устраивают. О чем он и предупредил перед вылетом на саммит. Германия платит 1% медленно, ВВП в НАТО, тогда как мы 4%, что гораздо больше. Кто-то может объяснить логику, мы защищаем Европу, это хорошо, с большими финансовыми потерями, а потом с нами непосредственно ссорятся из-за торговли, грядут изменения. Обеспокоены в НАТО еще и тем, что американский президент не посоветовался с союзниками по поводу грядущей встречи с Владимиром Путиным, которая запланирована на понедельник в Хельсинки. Некоторые американские медиа предполагали, что Трамп может договориться о снятии санкций с России, введенных после аннексии Крыма. Впрочем, в Брюсселе этому не верят. Не думаю, что президент Трамп пошел бы на такой шаг, потому что это бы действительно увеличило нестабильность и противоречило бы позиции американского правительства, которое несколько дней назад еще раз подтвердило, что США не признают аннексии Крыма. Согласовать позиции с Трампом Альянс еще может. На совместном заседании всех лидеров НАТО и президентов Украины и Грузии. Генсек организации сегодня подчеркнул, Киев и Тбилиси – это ближайшие партнеры Альянса. План действий для обретения членства нашим странам предоставить пока не готовы, но в будущем шансы есть. То, что Черногория присоединилась к Альянсу, а Македония, как можно ожидать, будет приглашена в ближайшее время, означает, что дверь открыта. Решение 2008 года о том, что однажды Грузия присоединится к НАТО, действует. Ждет упоминание о признании этого решения по результатам саммита и Украина, но пока на пути к этой цели два препятствия. Спор с Венгрией из-за образовательного закона и война на Донбассе. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское берет телеканала Интер.